Что такое стабильность? Возьмите, пожалуйста, ведро вода, наливайте на это поле или на бетон, на камень, она разливается и уходит. Но возьмите ведро вода, делите маленькое дра, чтобы она капельками капала. Знаете, через несколько времени эта капелька воды делит отверстие на этот камень. На этот бетон, на этот камень вода победит гранит даже. Согласны? Вода победит даже гранит. А почему это происходит? Не потому, что вода сильнее. Сила где находится? В стабильности. Не в самом, что вода сильная. Нет, не вода сильная. Сила находится в тактике, в стратегии. Стабильно делай одно и то же. Стабильно делай одно и то же. Когда человек начинает делать стабильно одно и то же, посмотрите, эта вода, господи, это настоящее чудо. Эта вода потихонечку, потихонечку по бокам смевает, смевает у камендела таким. Правильно? По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, отточили его, скоро он падает, наверное. Вы посмотрите, это яркий показатель. То есть природа, природа, это большая сила и лучшая правда, настоящая правда. Давайте делим такую вещь. Почему скрет нашей жизни в стабильности? Правую руку по ним, повторим за мной. Скрет богатства. Стабильно откладывай. Скрет мудрости. Стабильно читай. Скрет духовности. Стабильно совершай молитву. Дай благотворительности. Скрет успеха. Стабильно планируй успех. Скрет здоровья. Стабильно двигайся. Скрет любви и счастья. Стабильно говори комплименты. Дари подарки. Стабильно подарки. Классно, да? Дальше. Скрет дружбы и родственные отношения. Стабильно общайся. Стабильно общайся. Общайся. Вот смотрите, есть у вас друзья, одноклассники или родственники, которые вы уже не разговариваете. Правильно? Потихонечку джужи стали ушли. Надо, если часто общаешься, родственные отношения укрепляются, дружба укрепляется. Не надо далеко убегать. Потому что говорят, что, у нас говорят, что мерда чашмаст. Это что такое? Мер, это любовь, на глаза находится. Как говорят? Глаз вон, души вон. Как там? Есть поковорка? С глаз вон и души вон. С глаз долой, с души вон. С глаз долой, с души вон. А, глаз долой, с сердца вон. То есть, если ты долго не появляешься перед глазами, со временем сердце исчезнешь. Это не просто так. Это народ давним-давно понял эти мудрости. Потом говорит, часто общайся. Ребята, я бы хотел, чтобы вы это написали. Эти вещи надо писать. Иначе забудете. Это золотая страница должна быть. Скрыт богатства, стабильно откладывай деньги. То есть, мы имеем в виду, что откладывай, накопи капитал, который работает на тебя. Скрыт богатства, стабильно откладывай деньги. Скрыт мудрости, стабильно читай. Скрыт здоровья, стабильно двигайся. Скрыт любви и счастья. Стабильно говори комплименты, дари подарки. Скрыт духовного роста. Стабильно совершай молитву и дай благотворительность. Другими словами, хочешь быть духовным человеком? Люди говорят, я хочу быть духовным. Тогда, пожалуйста, читай молитву. Не жди, не говори, что пока я молодой, у меня еще время есть. Пока мне рано, я не готова или я не готов. Как будто, когда-то кто-то тебе придет и скажет в голове, ты готов, теперь начинай. Вдруг до этого не доживем даже, правильно? Скрыт духовного роста. Стабильно совершай молитву и дай что? Благотворительности. Дальше. Скрыт успеха, стабильно планируй успех. Скрыт родственные отношения. Скрыт дружба и родственные отношения. Дружба и родственные отношения. Стабильно. Скрыт дружба и родственные отношения. Стабильно общайся. А теперь, если мы внимательно посмотрим, все это вокруг стабильность. Просто надо делать до кассы одно и то же, терпливо, каждый день. По чуть-чуть, по чуть-чуть, но каждый день. Не торопясь. Скажите, пожалуйста, чемпионы их на секрет в чем? Стабильно тренируются. Согласен? Стабильно планируют успех. Дорогие мои, я хочу вам сказать, успех – это результат планирования. Он сам по себе не появится. Если у вас нет план, я точно могу вам сказать, значит, у вас не будет то успех, который вы хотите. Будет приблизительнее, ну ладно, ну как там, по течению. План поднимает резко эффективность. Успех для долговременней. Это правда. Поехали дальше. Значит, кто из вас понял силы стабильности? Пожалуйста, выберите свое направление и делайте это каждый день. Каждый день одна и та же, одна и та же, одна и та же. Вы смотрите иногда на фильмах «Восточный единоборств» – вы видели, что это самурай всю свою жизнь со своим мечом двигается. Он же точно знает, как его махать. Но он это делает каждое утро, оттачивает мастерство. Знаете, Бруслей что сказал? Он был великим мастером в «Восточный единоборств», Бруслей. Он сказал такую вещь. Бруслей говорит, что «я не боюсь того человека, который знает 10 тысяч приемов. Я боюсь того человека, который один прием тренировал 10 тысяч раз». Вы поняли, да? Сказали, что это означает, что давайте принесем его высказывание как мастера. Он был мастером, он создал свою систему. Да, если мы его высказывание принесем в жизнь, получается, что человек, которым 10 тысяч формулы знает, возможно, он не разбогатеет. Так? А человек, который одну формулу 10 тысяч раз практиковал, он разбогатеет. Поняли, да, идея в чем? Он добывается больших успехов. Значит, получается, что суд, чтобы стать успешным, она не заключается в том, чтобы много знать. Надо много практиковать то, что ты знаешь. Пусть она будет один-два формулы, но много надо делать его. Тогда у тебя мастерство появится. Супер высказывание. Дальше. 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 Продолжение следует...